Есть что показать и о чем рассказать. Журналисты из России продолжают узнавать Беларусь. Сегодня основной день пресс-тура. С представителями медиасообщества России встретится Александр Лукашенко. Разговор с главой государства для наших коллег станет кульминацией знакомства со страной, ее развитием, возможностями и гостеприимством. Традиционно президент не жалеет времени на общение с журналистами. Предыдущий раз в 2016 разговор продолжался более пяти часов. И это был не формат интервью как такового по схеме вопрос-ответ. Александр Лукашенко предельно открыт для искреннего общения на любые актуальные темы, которые, как правило, касаются белорусско-российских отношений. Представители телеканалов, газет и блогеры – всего более ста человек. Своё знакомство с Беларусью начали три дня назад с посещения Витебской области, где побывали на Нафтане. Журналистам показали и самые знаковые достопримечательности – Спасо-Ефросиньевский женский монастырь и Софийский собор. Позже гости из России приехали в Минскую область, где посетили такие промышленные гиганты, как Амкадор и Минский завод колесных тягачей. Увиденное впечатлило, потому что, как мы узнали, нам рассказали, об этом мало, наверное, кто-то в России догадывается, что 80% того всего, что проходит, проезжает по Красной площади, это на белорусских платформах. Это была какая-то удивительная информация на самом деле. Но при этом никто ничего не скрывал, все показывали, все можно было потрогать, пройти, спросить. От мегамашин Минского завода гости отправились на спортивную арену. Коллеги познакомились с подготовкой столичных объектов ко вторым европейским играм. Посетили парк высоких технологий. Здесь корреспондентам рассказали о развитии IT-сферы в Беларуси и перспективах создания цифрового государства.